Здравствуйте! Вы смотрите программу «Фу существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня мы будем говорить о том, как получить качественные юридические услуги и консультации. У нас в гостях руководитель обособленного подразделения Единого центра защиты Евгений Лобин. Евгений Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Николаевич, юридическая служба Единый центр защиты позиционирует себя как надежная компания, которая предоставляет юридические консультации и услуги. Расскажите, какие виды консультации и юридические услуги вы оказываете? Единый центр защиты оказывает как устные консультации, так и письменные. Также мы оказываем широкий спектр юридических услуг. Обусловлено это тем, что в штате компании состоит более 200 юристов. И образование юристов позволяет работать как в общем направлении, так и в узконаправленной специализации. То есть, я так понимаю, что ваши юристы могут проконсультировать человека и по уголовным делам, и по административным. То есть, любой спектр вопросов, да, вот что волнует жителей? Ну, что касается непосредственно и административных дел, и уголовных консультаций, мы также даем. Более того, мы можем представлять интересы на стороне потерпевших, так как само по себе право представлять интересы по уголовному делу на стороне обвиняемого, подозреваемого, имеют только адвокаты. Наша служба на стороне потерпевшего, безусловно, может представлять интересы, вести дело, контролировать процесс. Ну, Евгений Николаевич, вот такой вопрос, да, вы каким-то образом оцениваете степень вины человека, который к вам обратился? Но ведь не всегда люди, которым нужны юридические услуги, консультации действительно потерпевшие. Иногда бывает, они сами в чем-то виноваты и просят, вот, защитите меня за любые деньги, я готов заплатить. Вот так вот, как ваша компания реагирует в данном случае? Да, бывали случаи, когда к нам приходили клиенты, они утверждали, что они правы, что они там не виноваты, будь то там административный спор, либо это спор гражданско-правового характера. Но, опять же, прежде чем взяться за решение вопроса, наша служба проводит правовой анализ ситуации. То есть мы рассматриваем непосредственно проблему клиента со всех сторон и преподносим уже готовое решение, как можно решить тот или иной вопрос. Если, соответственно, решения нет, либо оно в процентном соотношении, я бы так сказал, очень мало, то тогда мы сразу даем заключение о том, что вероятность выигрыша в этом процессе, в этом деле, она маловероятна. Минимально? Да. То есть вы не будете браться за такое дело? За такие дела обычно мы не беремся. Почему? Это вот, почему такая позиция вашей компании? Позиция компании обусловлена тем, что в первую очередь это статус, то есть статус и имидж компании. Мы оказываем качественные услуги, у нас более 20 тысяч довольных клиентов, отзывы, опять же, не обойтись, конечно, без негативных каких-то ситуаций, но их настолько количество мало, что преобладает все-таки тенденция к статусности, имиджности компании именно по качественному оказанию услуг. Нет, ну вот если смотреть, допустим, криминальные сериалы, криминальные боевики, есть такие адвокаты, которые могут за любые деньги убедить суд и сделать так, что их клиент, даже если он виновен, будет невиновен. То есть у вас нет такой позиции, вы люди честные. Наша компания работает только в рамках закона. Для этого у нас такой штат, для этого у нас специалисты узкого профиля, которые могут изучить вопрос не со стороны там, как в этих боевиках, уголовных там, всех этих, я не знаю, мне это чуждо на самом деле, мы подходим к решению вопроса узко, четко, по закону. Ну это вообще, наверное, дорогого стоит, когда вы так честно отвечаете своим возможным потенциальным клиентам, да, что мы работаем только по-честному. Принцип работы в компании – это команда. То есть когда команда дружная, коллектив дружный, соответственно, нерешаемых вопросов для этой команды не существует. Евгений Николаевич, ну насколько я слышала, Единый центр защиты – это такая федеральная компания, вы представлены в разных городах. Вот расскажите, где вы работаете, откуда вы начинали? Конечно, начиналась компания именно с Новокузнецка, это Сибирский федеральный округ. Впоследствии мы двинулись в сторону центра, то есть это и Красноярск, и Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Уфа. Уже мы и в Сочи открылись. Более того, сейчас у нас открывается офис, уже открылся, начал только действовать, работать. Это офис в Калининграде. Ну и для нас это не предел. То есть у вас такие масштабные планы? Планы, конечно, масштабные, я за них говорить не буду, это все решают организаторы всей компании. Но лично, что касается офиса в Чебоксар, мы намерены развить его до таких масштабов, чтобы, во-первых, люди нам доверяли, во-вторых, оказание услуг было на должном уровне в этом городе. Евгений Николаевич, вот такой вопрос. Сейчас очень много, наверное, обращений, я не знаю, как вот насчет вашей компании, но людям нужна защита от коллекторских агентств. Предоставляете ли вы такие услуги? Да, мы предоставляем защиту, опять же, все в рамках законодательства. То есть мы, если к нам обращается клиент, мы проводим, опять же, изучаем его вопрос, на какой стадии, как коллекторы с ним взаимодействуют, и даем уже непосредственно, как советы, как консультации, письменные, устные, то есть вплоть до встречи с коллекторскими агентствами, как себя вести в тех или иных отношениях. Соответственно, если мы находим со стороны коллекторского агентства какие-то нарушения, мы это пресекаем в рамках закона. То есть вы защищаете своих клиентов от нападок? И защита, и сопровождение действий из коллектора. Евгений Николаевич, а вот мы с вами говорим клиенты-клиенты, кто они? Это физические лица, юридические лица, лица компании, жители обычные? С кем вы работаете? Нашими клиентами могут стать как физические лица, обычные граждане, так и юридические лица. Оказываем услуги сопровождения сделок с недвижимостью, сделок любых вопросов, которые касаются отношений между физическими лицами. Также оказываем услуги по сопровождению бизнеса, как малого бизнеса, среднего, так и крупного бизнеса. То есть, условно говоря, вам можно передать услуги юридического сопровождения на аутсорсинг, и вы будете качественно выполнять эту работу. Евгений Николаевич, вот еще такой вопрос. Сейчас везде пишут, что банкротство за 30 минут. Такое возможно? Ну, вообще, банкротство за 30 минут невозможно, но получить консультацию, допустим, даже в нашей компании, любой обратившийся может в течение 30 минут. Суть консультации заключается в том, что мы рассказываем, из чего состоят этапы банкротства, как начать эту процедуру и как ее довести до логического конца, чтобы, как говорится, долги заемщика перед кредиторами были сведены к нулю практически. Вы сейчас говорите о юридических лицах, но сейчас очень часто и обычно люди обращаются с вопросами банкротства. Закон о банкротстве физических лиц, он, в принципе, практически одинаков с законом о банкротстве и несостоятельности юридических лиц. Есть некоторые моменты, которые отделяют эти два закона, но, опять же, процедура, она практически одинаковая. Ну и потом банкротство может длиться долго, когда суд примет решение о банкротстве того или иного человека. Вы все это время с вашим клиентом? Мы сопровождаем клиента до момента, пока не закончится процедура банкротства. Евгений Николаевич, вот еще один такой вопрос, да, практический. Занимается ли ваша компания судебными процессами с государством, с государственными компаниями, с органами власти? Конечно, компания наша занимается решением вопросов и в спорах с госорганами, контрольно-надзорными органами, органами власти, органами местного самоуправления. Мы, конечно, контролируем, если к нам обращаются граждане или юридические лица, обращаются с вопросом о взаимодействии с контрольно-надзорными органами, органами власти в субъекте, то мы, соответственно, рассматриваем этот вопрос и уже даем какую-то правовую оценку действиям органов власти в лице определенного должностного лица. Если, конечно, мы находим варианты решения досудебные или такие более мягкие, то тогда мы даем правовое заключение клиенту о том, как решить этот вопрос. Либо уже представляем его интересы в защиту его нарушенных прав. Вы консультации проводите лично, заочно или по скайпу, например, удаленно? Консультации наша компания может проводить как лично при встрече со специалистом, как по скайпу удаленно, так и по электронной почте направлять правовые заключения. А с какого времени вы в Чебоксарах уже работаете? Офис в Чебоксарах открылся совсем недавно, в апреле месяце в конце. Мы пришли сюда навсегда. Гений Николаевич, как можно найти вашу компанию в Чебоксарах? Телефон, адрес? Мы находимся по адресу проспект Ленина, дом 14. Это остановка Национальная библиотека. Телефон 365040. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Но я думаю, что, наверное, действительно очень важно, когда есть такая возможность, получить юридическую консультацию, если она необходима, бесплатно. И юридические услуги, если они действительно необходимы от качественных, квалифицированных юристов. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. А у нас в гостях был Евгений Лубин, руководитель обособленного подразделения Единого центра защиты. Спасибо за внимание. До свидания.